Насколько может вырасти объем серых зарплат в связи с коронакризисом? Как это отразится на бюджете? Каким будет дефицит татарстанской казны в следующем году? И целесообразно ли развивать экспорт сена из республики? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нина Горенова. Здравствуйте! Большинство татарстанцев, а именно 73%, недовольны своей зарплатой на нынешнем рабочем месте. Таковы итоги исследования HeadHunter. Больше всего таких работников в сферах наукообразования, искусства, развлечения, масс-медиа, а также продажи. Треть опрошенных хотели бы зарабатывать в полтора-два раза больше, 38% в два-три раза больше. Еще 15% респондентов рассказали, что мечтают о зарплате в 3-4 раза выше нынешней. По данным HeadHunter, средняя предлагаемая заработная плата в Татарстане составляет почти 38 тысяч рублей, а средняя ожидаемая почти 41 с половиной. Четверть опрошенных татарстанцев отмечают, что их зарплаты уменьшились по сравнению с началом года. А вот 16% наоборот заявляют, что стали зарабатывать больше. Большинство же опрошенных, а именно 55%, сказали, что уровень их зарплаты относительно начала этого года не изменился. Тем временем объем серой заработной платы в стране может вырасти на 30% к концу этого года. Об этом сообщили в Институте развития правового общества. С этим заявлением согласились в опоре России общественной палате. Отметим, что в прошлом году зарплату в конверте получали около 20 миллионов россиян. С начала коронакризиса их число увеличилось. По данным аналитиков сервиса Работа.ру, 10% работающих граждан перешли на серую зарплату из-за пандемии. Это связано с тем, что фонд труда – это основная статья расходов предпринимателей. А в сложных ситуациях бизнес старается сократить эти траты. Не все переходят на серую оплату. Почему? Потому что многие почувствовали минус серую оплату в момент самой пандемии. Потому что им было отказано в компенсации в том объеме, как имели компенсацию, в случае потерянной работы и так далее, как имели компенсацию соответствующие те люди, которые были официально в течение этого количества месяцев зарегистрированы. То есть незарегистрированные работники практически годовольцы влились минимумом. Небольшим. Вот поэтому желание, так сказать, желание уйти на официальное, белую, как мы говорим, заплату, возникло у людей. Ну вот немножко волна сошла и опять, так сказать, предложение уже работодателя, это уже идут не от работников, это от работодателя пришло. Давай для того, чтобы тебе немножко поднять, уйдем в серый, так сказать, сегмент. Мы платить налогов не будем, а у тебя зарплата, соответственно, за счет этого поднимется. Увеличение серых зарплат везет к сокращению налоговых поступлений в бюджет. Таким образом, растет дефицит казны. Напомним, что нехватка татарстанского бюджета в начале года составляла 3 миллиарда 100 миллионов рублей. Затем в связи с пандемией дефицит вырос до 36 миллиардов. В проекте бюджета на следующий год заложен недобор в размере почти 3 миллиардов рублей. При этом муниципальные бюджеты сверстены бездефицитными. Весь дефицит берет на себя республиканская казна. При утверждении бюджета будут учтены федеральные изменения в налоговой политике. Речь идет о нефтянке, новом формате расчета НДФЛ. При этом сохранится социальная направленность республиканской казны. В полном объеме будут финансироваться национальные проекты. Татарстанские аграрии заявляют о необходимости развивать экспорт сена из республики. Отметим, что Татарстан входит в число регионов-лидеров по его выработке. Треть всего производимого сена в стране, сконцентрированном в нашей республике, Башкортостане, Дагестане, Новосибирской области и Алтае. По словам аналитиков, экспорт сена из России в страны дальнего зарубежья в этом году вырос в 16 раз. Основными покупателями являются Латвия и Нидерланды. Отметим, что стоимость сена на зарубежных рынках составляет 300-400 долларов за одну тонну с доставкой до покупателя. По данным Минсельхозпроду Татарстана, в республике уже заготовлено свыше 668 тысяч тонн сена. Однако его экспертам республика в настоящее время не занимается. Так как, по словам чиновников, суммарно он приносит копейки. Сено не покрывает стратегические суммы экспорта и достаточно дорогие транспортные затраты. При этом эксперты считают, что экспорт сена из республики все-таки нужно развивать, осваивая новый рынок. Ведь сено наравне с зерном – это сырье, которое дает молоко. Это были новости экономики. До встречи.